Всем привет! Меня зовут Яна Гончаренко. Я мастер спорта Украины и России по художественной гимнастике и бронзовый призер чемпионата Украины. Всем привет! Меня зовут Настя Думкина. Я мастер спорта России по художественной гимнастике. Я являюсь чемпионкой Санкт-Петербурга в групповых упражнениях. Сегодня мы начинаем публикацию выпусков по развитию гибкости. Теперь каждый из вас может достигнуть максимума своей способности. Сесть на шпагат и встать в мостик. А мы научим вас это делать безболезненно, грамотно и максимально эффективно. Ну что, начнем? Всем привет! Сегодня мы покажем вам упражнение на растяжение подколенного сухожилия и задней поверхности бедра, которые приведут вас к идеальному продольному шпагату. Ноги берем сверху руками и поднимаем стопы наверх. Колени прижимаем к полу, так чтобы пятки отрывались от пола. И делаем пружинки. 8-10 повторений. Удерживаем верхнее положение на 10 счетов. Тем самым растягивая пальто-коленное сухожилие. Следующее упражнение – складочка. Вытягиваем руки наверх, ноги вытянуты вперед, стопы на себя. Делаем наклон вперед, кубик ставим и поднимаемся снова наверх. Таких делаем 8 повторений. Затем наклон вперед и удержание на 10 счетов. Следим, чтобы колени у нас не сгибались. Полное прижатие к полу. Следующее упражнение – вертикальная складка. Исходное положение – сед полуприседе. Вы поднимаем таз наверх до полного выпрямления ног. Затем садимся обратно в исходное положение. Таких делаем 8 повторений. Если у вас при полном выпрямлении ног не получается достать до полу, то воспользуйтесь кубиками. Следующее упражнение – еще одна разновидность складочки. Исходное положение – стопа на стопу, руки вытянуты наверх. Делаем наклоны вперед. Таких делаем 8 повторений. Затем обхватываем верхнюю стопу и пружиним к ней. Делаем таких 8 раз. Следим, чтобы спина у нас была ровная, не горбатая, а даже немножко прогибалась. А затем делаем удержание на 10 счетов. Колено у нас прямое. Следующее упражнение – наклон вперед на колени. Исходное положение – стоим на колени, вторую ногу вытягиваем вперед. Стопа на себя. Наклоняемся к ноге, ладошки ставим на пол. Если вам легко, то стараемся поставить локти на пол. Обращаем внимание на угол задней ноги. Он должен быть 90 градусов. Также следим за тазом. Он должен быть ровно. И спина прямая, либо немножко прогнутая. Животом давим на бедро. Колено должно быть прямое, а стопа на себя.